Общее сведение. Тазовые предлежания плода в акушерстве и гинекологии встречаются в 3-5% случаев от всех беременностей. Ведение беременности и родов при тазовом предлежании плода требует квалифицированной и высокопрофессиональной помощи женщине и ребенку. При тазовом предлежании плода во время родов первыми по родовым путям проходят игодицы или ножки ребенка. При этом шейка матки находится еще в недостаточно сглаженном и раскрытом состоянии, поэтому продвижение головки, как наиболее крупной и плотной части плода, оказывается затруднительным. При тазовом предлежании роды могут протекать неосложненно, однако существует повышенная опасность асфиксии, мертворождении плода, родовых травм ребенка и матери. Тазовое предлежание плода. Классификация тазовых предлежаний плода. К вариантам тазового предлежания плода относятся ножные и игодичные предлежания. На долю ножных предлежаний приходится 11-13% случаев всех тазовых предлежаний плода. Ножное предлежение может быть полным обеими ножками, неполным одной ножкой или коленным коленями плода. Игодичные предлежания встречаются наиболее часто. В 63-75% случаев диагностируется неполное, чисто ягодичное предлежание, при котором ко входу в малый таз прилежат только ягодицы. А ножки плода оказываются вытянутыми вдоль туловища. При смешанном ягодичном предлежании 20-24% ко входу в малый таз обращены не только ягодицы, но и ножки плода, согнутые в коленных. Или тазобедренных суставах. При различных вариантах тазового предлежания плода развитие биомеханизма родов имеет свои особенности. При чисто ягодичном предлежании, некрупном плоде и нормальных размерах таза матери возможны неосложненные самостоятельные роды. При нужном и смешанном предлежании роды через естественные родовые пути сопряжены со значительными рисками для новорожденного асфиксии. Выпадением пуповины и отдельных частей плода. Причины тазовых предлежаний плода. Факторы, обусловливающие тазовое предлежание плода, многочисленны и изучены не до конца. Препятствовать установлению головки ко входу в малый таз может наличие у женщины фибромы матки, опухолей яичников, анатомического. Сужение или неправильной формы таза, аномалии строения матки, внутриматочной перегородки, гипоплазии, двурогой или седловидной матки. Тазовое предлежание может наблюдаться при повышенной подвижности плода, вызванной многоводием, гипотрофией или недоношенностью, гипоксией, микроцефалией, аненцефалией, гидроцефалией и другими факторами, связанными с патологией ребенка. С другой стороны, ограниченная подвижность плода в полости матки при маловодии, короткой пуповине или ее обвитии также способствует формированию неправильного предлежания. К тазовому предлежанию плода может приводить акушерско-гинекологический анамнез матери, отягощенный неоднократными выскабливаниями. Матки – эндометритами, цервицитами, многократными беременностями, абортами, осложненными родами. Данное состояние часто приводит к развитию патологического гипертонуса нижних сегментов матки, при котором головка стремится занять положение в верхних, менее спазмированных отделах полости матки. Изменение тонуса миометрия также может быть вызвано рубцом на матке, нейроциркуляторной дистонией, неврозом, переутомлением. Беременной, перенесенным стрессом и т.д. тазовое предлежание плода нередко сочетается с низким расположением или предлежанием плаценты. В многочисленных наблюдениях, которые проводит акушерство и гинекология, отмечается, что тазовое предлежание плода развивается У тех женщин, которые сами были рождены в аналогичной ситуации, поэтому рассматривается вопрос о наследственной обусловленности ножных и ягодичных предлежаний. Особенности течения беременности При тазовом предлежении плода течение беременности гораздо чаще, чем при головном, сопряжено с угрозой или самопроизвольным прерыванием Развитием гистоза и фитоплацентарной недостаточности Эти состояния, в свою очередь, негативно влияют на созревание нервной, эндокринной и других систем плода При тазовом предлежании у плода с 33-36 недели гистации происходит замедление процессов созревания структур продолговатого мозга Что сопровождается перицеллюлярным и перевоскулярным отеком При этом нейросекреторные клетки фитального гипофиза начинают работать с повышенной активностью, приводя к преждевременному истощению Функции коркового слоя надпочечников Снижению защитно-адаптационных реакций плода Изменения в фитальных половых железах представлены гемодинамическими расстройствами, венозным стазом, мелкоточечными кровоизлияниями Отеком ткани, что в дальнейшем может проявиться патологией гонад, гипогонадизмом, синдромом истощения яичников, олиго Или азоасперме и т.д. При тазовых предлежаниях повышается частота развития врожденных пороков сердца ЦНС, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата у плода Нарушения маточно-плацентарного кровотока проявляются гипоксией, высокой частотой сердцебиений, снижением двигательной активности плода Во время родов при тазовом предлежании плода нередко развивается дискоординированная или слабая родовая деятельность Наиболее грубые изменения наблюдаются в случаях смешанного годичного или ножного предлежания Диагностика тазового предлежания плода Об устойчивом тазовом предлежании плода следует говорить после 34-35 недели гестации До этого срока расположение предлежащей части может быть изменчивым Тазовое предлежание плода определяется благодаря проведению наружного акушерского и влагалищного исследований Тазовое предлежание плода характеризуется более высоким стоянием дна матки, не отвечающим сроку гестации Приемы наружного исследования позволяют определить в области лона мягковатую, неправильной формы, малоподвижную часть плода, не способную к баллотированию В области дна матки, напротив, удается пальпировать крупную, округлую, твердую и подвижную часть, головку плода Сердцебиение прослушивается выше или на уровне попка При внутреннем гинекологическом исследовании в случае чисто ягодичного предлежания прощупывается объемная мягковатая часть В которой можно различить крестец, копчик, паховый сгиб При нужном или смешанном ягодичном предлежании удается различить стопы плода с пяточными буграми и короткими пальчиками Позиция и ее вид при тазовом предлежании устанавливаются по расположению спинки, крестца и межвертельной линии плода Ягодичное предлежание плода необходимо отличать от таких вариантов головного предлежания, как лицевое и лобное Уточнение данных в отношении тазового предлежания плода производится с помощью УЗИ, в частности, трехмерной хографии Функциональное состояние плода оценивается с помощью доплерографии маточно-плацентарного кровотока и кардиотокографии Ведение беременности родов У пациенток, относящихся к группам повышенного риска по формированию тазового предлежания, в ходе беременности проводятся мероприятия По предотвращению фитоплацентарной недостаточности, нарушений сократительной активности матки, осложнений со стороны плода Беременной рекомендуется соблюдение щадящего режима с полноценным ночным сном и дневным отдыхом Сбалансированная диета для профилактики гипертрофии плода С беременными проводится психопрофилактическая работа, направленная на обучение приемам мышечной релаксации и снятие нервной возбудимости С 35-й недели гистации назначается коррегирующая гимнастика по Дикань Крещенко и Шулешовой Кая, способствующие изменению тонуса Миометрия и мышц брюшной стенки, переводу плода из тазового предлежания в головной В ряде случаев назначаются спазмолитические препараты прерывистыми курсами Проведение наружного профилактического поворота плода на головку по-архангельскому в ряде случаев оказывается неэффективным и даже опасным Рисками такого акушерского приема может служить наступление преждевременной отслойки плаценты, разрыва плодных оболочек, преждевременных родов, разрыва матки, травмы и острой гипоксии плода Данные обстоятельства в последние годы ограничивают применение наружного акушерского пособия в практике лечения тазовых предлежаний плода Беременная с тазовым предлежанием плода на 38-39 неделе гестация госпитализируется в акушерский стационар для планирования тактики родов При неосложненной акушерской ситуации удовлетворительном состоянии плода и роженицы, соразмерности таза и плода, биологической готовности материнского организма, чисто ягодичном предлежании и дыре Возможны роды через естественные родовые пути При этом осуществляется профилактика преждевременного вскрытия плодного пузыря, постоянный мониторный КТГ-контроль за плодом и сокращениями Матки – медикаментозное предупреждение аномалии родовой деятельности гипоксии плода, обезболивание, эпидуральная анестезия В родах – акушерская помощь для скорейшего рождения головки Кесарево сечение при тазовом предлежании плода планируется при отягощенном акушерском анамнезе матери, длительном бесплодии Мертворождении – гистозах, переношенной беременности, эрэизус-конфликте, привычном невынашивании, возрасте первородящей старше 30 лет – наступление данной беременности вследствие ЭКО, крупном плоде, предлежании плаценты, рубце на матке и дыре В показаниях – экстренное кесарево сечение также показано в случае нестандартных ситуаций при самостоятельных родах Субтитры создавал DimaTorzok